Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашей гости. Мы вспомним несколько историй из Священного Писания, и, конечно же, мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу, и прочтем те, которые вы пришлете во время этого эфира. И предлагаю в самом начале попросить у Бога благословений. Помолимся! Отец наш и Бог наш, мы так благодарны Тебе за то, что Ты такой любящий, заботливый. Спасибо Тебе за жизнь, которую Ты нам даришь, и за этот день, подаренный нам. Большое Тебе спасибо! Скоро уже у нас здесь наступит Святая Суббота, и мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас на этой передаче. Благослови, чтобы все было лучшим образом и только для Твоей славы. Мы просим Тебя, чтобы все, что будет сказано здесь, все то, о чем мы будем размышлять, чтобы все было только для Твоей славы. Потому что Ты таков Бог, любящий, заботливый. Ты достоин большего. Слава Тебе, любящий наш Господь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вы можете написать Ваши молитвенные просьбы, а также слова благодарности нашему Господу. Здесь, внизу, под этим видео, в строке комментариев. Если Вам удобно, Вы можете их выслать текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы прочтем их в прямом эфире и обязательно передадим их в молитвенные группы. И еще. Если Вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у Вас есть молитвенный опыт, которым Вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Мы верим, что и этот эфир станет благословением как для нас, участников, так и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостью нашей передачи Наталью Дмитриенко. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что Вы согласились еще раз прийти к нам на передачу. Слава Богу. Многие уже видели наш прошлый эфир и наверняка уже запомнились Вы. Но если кто-то не смотрел, мы предлагаем все-таки вернуться в прошлый сезон посмотреть. И Вы познакомили нас с своим прошлым. То есть Вы родились в пастырской семье, хорошо известной многим-многим старым верующим адвентистам, правда? И Вы рассказывали, что у меня такое сложилось впечатление, Вы окружены были не только любовью, но и заботой какой-то такой духовной. Вы говорили бабушка, да? Бабушка особое влияние на Вас оказывала, да? Ну папа, соответственно, как пастыр, как служитель, вообще как очень хороший человек, да? Верующий. Да, очень хороший и верующий, и хороший человек такой. И руководитель, я уверен почему-то, что он тоже был хороший. Был. И вот у меня такая сложилась ситуация, вернее, сложилось такое мнение, что Вы как бы в тепличных условиях, в духовных тепличных условиях находились. И такое ощущение, что это просто счастье, жить в таком окружении духовных людей в такое время. Я хочу задать Вам вопрос. Это только ощущение вот этого вот абсолютно идеализма какого-то? Или всё-таки у Вас были какие-то разочарования? Может быть, о чём-то Вы просили Бога, а Он не ответил? И что Вы чувствовали тогда? Было ли разочарование? Ну, по поводу того, что мы росли в тепличных условиях, наверное, не совсем так, потому что время, в которое мы росли, это было трудное время для христиан в Советском Союзе, для верующих людей. И я не могу сказать, что всё было очень легко и просто. Были переживания, были трудности. Ну и, конечно же, вера родителей, то, чему они нас учили, оно помогало нам. И с детства мы видели ответы на молитвы, когда мы проходили трудности, Господь выводил нас из различных ситуаций. Ну, а что касается, да, во взрослой жизни, когда вера из детской веры должна перейти в личную веру, конечно, Господь допускает различные ситуации, различные испытания. И, конечно же, у меня были ситуации. Были ситуации, особенно была, я должна была принять в жизни одно решение серьезное. И я, конечно же, молилась об этом. И в своих молитвах я как бы просила Бога, Господи, покажи мне, вот, как поступить, что я должна делать, должна ли я пойти этой дорогой, должна ли я пойти другой дорогой. И в моем сознании было какое-то представление, что, как вот Господь должен мне ответить. Оправдалось ожидание? Нет, Господь молчал. А, Он просто молчал? Он просто молчал, по моему понятию. Вы сердились на Него в это время? На то время. Нет, я не сердилась, я пыталась понять, что мне делать. И так как Он молчал, я приняла свое решение и пошла определенным путем. И в конечном итоге это был не совсем верный путь, который я избрала. Решение было не совсем правильным. И в дальнейшем у меня было очень много вопросов к Богу. Я их задавала, и я пыталась найти ответ. Но не то, что найти ответ, ответы уже как бы… Но почему Он не поставил знак «Стоп»? Вот почему Он не сказал «Стой»? Да, мне хотелось такого ответа, чтобы Господь сказал «Стоп». Но потом, когда я думала об этом, много думала, я для себя поняла, что Господь говорил. Просто я не совсем, наверное, понимала, как читать Его ответы. Я имела в своей голове одно представление, как это должно быть и как Он должен мне ответить. А Он мне отвечал другим путем. И позже я поняла, что это была моя ошибка. Ну это хорошо. И Господь здесь ни при чем. Нет, у меня никогда не было обиды на Бога или возмущения. Просто я уже, особенно сейчас, я понимаю, что не всё в нашей жизни может быть так, как мы хотим. Не всё бывает гладко, не всегда мы слышим голос в душе или в разуме, или со стороны. Но однозначно Господь с нами, Господь рядом, и Он допускает какие-то моменты. Получается так, вам помогла вот эта, наверное, детская вера, что Бог никогда не ошибается, и это просто я не так воспринимаю. Почему я так говорю? Потому что я встречался с людьми, которые говорили, ну Бог-то понимает, что я Его не понимаю. Почему Он мне ответил по-другому? И у людей есть обиды. Почему Он мне ответил так, чтобы я точно, я в своей личной жизни сколько молился, я говорю, Господи, только пожалуйста, вот ответь так, чтобы я понял. Ну да. Я об этом сейчас тоже молюсь. Но тогда обиды не было всё-таки, разочарования в Боге не было, хотя… Нет, разочарования в Боге не было. И больше того, я поняла для себя, открыла многие моменты, как нужно молиться, о чём нужно молиться, чтобы Господь отвечал. То есть это был опыт. Это был опыт. То есть пускай негативный опыт, но он опыт, да? Да, это процесс. Это процесс. Спасибо большое, спасибо большое за откровенность. И есть такие моменты, не то что моменты, Господь сказал нам, просите, и да, она вам будет. Да. Да, и не получаете, потому что не просите. Ну а если мы просим, не получаем. Да, а если мы просим, и не получаем. Естественно, возникают вопросы, и для себя я поняла, тем более, что у меня есть дочь 17-летняя, у неё тоже возникает очень много вопросов. И она задаёт вопросы Богу, и иногда он ей отвечает, иногда ей кажется, что он молчит, и у неё возникает возмущение, возможно. Ну это естественно. Да, Господи, я Тебе молюсь, Ты мне не отвечаешь. Вот, и я молюсь о том, что Бог дал мудрости, как ей отвечать, как направить её на правильный путь. И для себя я поняла, что Христос сказал, не получайте, потому что не просите, может быть, ни на добро. Ну такое тоже есть. Да. А если на добро просишь, Господи, дай на добро. Есть такие молитвы, на которые Господь просто не может ответить, и Он ответит 100%. И это то, когда мы молимся за других людей, и когда мы просим о чём-то спасении, если мы просим о том, чтобы имя Божие было прославлено, Господь не может не ответить на эти молитвы. Аминь. Он отвечает. Спасибо, спасибо Вам большое. Но, Наталья, а какой опыт Вы готовы сегодня рассказать нам, молитвенный опыт? Сегодня я хотела бы поделиться одним опытом, как Господь явно ответил на мою молитву, не только мою, потому что люди с Вашей Церкви тоже молились об этом, и мне хотелось бы об этом поделиться. И, как я в прошлый раз говорила, я работаю в оптометре, это офис, где доктор делает i-exams и выписывает людям рецепты на очки, помогает ещё в других разных моментах. И через наш офис проходит в течение дня много очень людей, проходит по 30-35 человек, и они к нам заходят буквально на 20 минут, на полчаса. И каждое утро, когда я иду на работу, я молюсь и прошу Господа, чтобы Он использовал меня таким образом, каким Он считает нужным, если кому-то нужна помощь, чтобы мои глаза были открыты, чтобы я понимала, что я должна сделать, как я могла бы помочь, и чтобы я могла быть каким-то свидетельством о Божьей Любви. Это каждый день Вы просите, да? Да, я прошу об этом каждый день, потому что разные очень бывают ситуации на работе, и очень разные приходят люди, и в разном настроении, с разным отношением, бывают счастливые, бывают очень несчастные, думающие, что они несчастные. И да, Господь показывает мне людей, которым нужна помощь. Допустим, однажды к нам в офис пришёл, привезли молодого человека, довольно молодого человека, на инвалидной коляске, и у него не было обеих ног. Одной ноги совершенно не было, другая нога была только по колено. Но когда его завезли к нам в офис, какой-то солнечный луч зашёл в офис. Он был в очень хорошем настроении, он улыбался, он шутил, он был очень разговорчивый. Я делала то, что я должна была делать для него, и я смотрела на него, и я не могла понять, как человек в таком состоянии может быть в таком настроении. Может светиться, да? Да, и мне так хотелось, чтобы что-то произошло для него в его жизни. Я вижу этих людей в короткое время, примерно 20 минут, полчаса, и многое не сделаешь за это время. Но когда он освободился, вышел от доктора, я продолжала думать о нём, я вышла за ним следом. И я у него спросила, я говорю, что «А ты веришь в Бога?» Он так задумался и говорит, «Ты знаешь, когда я был ребёнком, меня, говорит, привозили в церковь. Потом, говорит, я вырос, меня отправили в другое место, и в церковь меня больше никто не возил. И я никогда больше об этом не задумывался, и как бы я об этом просто не думаю». Но я ему стала говорить, что «А ты знаешь, что у тебя есть возможность быть здоровым? У тебя есть возможность опять ходить, опять иметь ноги?» Но я стала говорить с ним немножко об этом. И хотела дать ему какую-то надежду, он слушал, он смотрел на меня. Я ему дала свой телефон, сказала, что «Если ты захочешь больше поговорить, узнать, ты можешь мне позвонить». Но он не позвонил, хотя я молюсь о нём. И он обязательно вернётся опять в наш офис через какое-то время. И я думаю, что у нас будет возможность продолжить этот разговор. Как-то раз пришла женщина, которая опоздала на свой appointment, и она пришла, и мы не могли её взять. Уже сильно, видно, опоздала. Да, и мы сказали, что если… Она говорит, что «Мне очень нужно», я сказала ей, «Ну тогда вам придётся подождать». Она не хотела ждать, она очень возмущалась. Вот я пыталась её как-то успокоить. В конечном итоге она успокоилась. И потом она говорит мне, говорит, извините меня за такое моё поведение, но просто у меня два дня назад умер муж. И я тогда подумала, «Господи, спасибо, что ты дал мне мудрости, ничего не сказать ей в ответ». И я, конечно, посочувствовала ей, я и стала говорить, что «Вы знаете, что жизнь на этом не заканчивается, что есть ещё, что есть Бог, который даёт жизнь». Я спросила, захочет ли она, чтобы я помолилась, а не я помолилась, я её обняла, и мы очень хорошо с ней расстались. Слава Богу, слава Богу. Ещё бывают очень много различных ситуаций, и я пытаюсь держать мои глаза открытыми. Но совершенно недавно, полтора месяца назад, мы уже заканчивали работу, мы закрывали офис, к нам пришёл человек, иммигрант, который недавно приехал. Иммигрировал в Америку, и у него нет ни машины, у него нет ни английского, и у него проблема с глазом. Ему нужна помощь, и доктор сказал, «Хорошо, мы тебя посмотрим». Доктор задержалась, и когда он зашёл к ней в кабинет, она посмотрела его глаз, она пыталась проверить его зрение, она ему показывает перед его лицом пальцы, три пальца, он их не видит. Не может сказать, сколько пальцев. Он вообще их не видит. Вообще пальцев нет? Да, он вообще их не видит. Доктор сказала, что ситуация очень-очень серьёзная, что ему очень срочно нужен специалист, иначе он потеряет зрение. Ну, стали решать, она ему говорит, что тебе нужно ехать в имёрженси. Тот человек, который его привёз, говорит, что я тебя в имёрженси вести не могу, у меня нет времени с тобой там находиться, там, возможно, придётся провести всю ночь. Ну, я, естественно, тоже, у меня даже в мыслях не было предложить ему вести его в имёрженси. Ну, тогда доктор сказала ему, завтра утром ты должен идти к своему доктору и проси направление к специалисту, и как можно быстрее, это очень критично для тебя. На следующий день он пошёл к своему доктору. У меня было побуждение как бы позвонить ему и узнать, что происходит. Я ему звоню, а он говорит, ты знаешь, говорит, я вот пришёл, я не туда пришёл, а я, говорит, пришёл, а мне говорят, что я не туда пришёл, и они мне что-то говорят, я не понимаю, о чём они говорят, ты можешь мне помочь? Ну, я помогла ему, сказали, что он пришёл в dental office, что ему нужно куда-то рядом. И он меня просит, подожди, не уходи с телефона, помоги мне объясниться. И когда он пришёл в правильное место, я говорю, что этому человеку нужно срочно увидеть врача, и врач должен дать ему направление к специалисту. Они говорят, у нас апоэтментов нет, следующий апоэтмент будет через неделю. Я говорю, вы понимаете, он теряет зрение, ему очень срочно нужно попасть к специалисту. Но они опять говорят, что они не могут, потом начинается выяснение с инчуринцами. В конечном итоге она сказала, хорошо, приходи завтра, и завтра тебя доктор примет. Доктор его на следующий день принял, отправляет его к специалисту. Нужно подтверждение получить от инчуринца, это обычно занимает… От страховки, да, от страховой компании? От страховой компании, от трёх до семи дней. Время начинает идти, он ничего не видит, у него состояние ухудшается. И он пытается что-то как-то найти, и как бы невозможно ничего сделать, пока ты не дождёшься ответа от страховой компании. Он поехал в тот офис, куда его направили без инчуринца, ему там просто сказали, что ты должен ждать, мы ничего не можем сделать. У него живут друзья во Флориде, эти друзья из Флориды звонят в Сакраменто и говорят, что, разговаривают с врачами, если человек потеряет зрение, мы на вас в суд подадим. Вы понимаете, что это очень критично, они им объясняют, что да, мы всё понимаем, но мы не можем ничего сделать, пока мы не получим подтверждение. Но они тоже по правилам. От страховки, да. А время идёт, прошло несколько дней, и я по телефону пытаюсь ему как-то его поддержать, и я ему говорю, что, Саша, ты знаешь, твоя ситуация действительно тяжёлая, но у тебя только один выход. Я говорю, ты веришь в Бога? Он говорит. Я, говорит, я не знаю, я никогда с этим не сталкивался, но я, говорит, уже молюсь. Уже молюсь. Да, я говорю, Саша, тебе нужно молиться, у тебя только один выход, только Бог может сохранить тебе зрение и провести тебя через это. То есть получается настолько критично, что даже счёт на дни уже шли, да? Да, счёт шёл на дни. Однозначно доктор сказала, что ты должен завтра, послезавтра ты должен увидеть доктора, иначе ты потеряешь зрение. А там до 7 дней страховая компания пока рассматривать будет, да? Да. И дни идут, а он не может попасть к доктору, да? Да, дни идут, да, время идёт, а он не может попасть к доктору. Наконец-то он попадает к доктору, а доктор говорит, что это не по моей части, тебе нужно идти в другую клинику. Она даёт ему направление в другую клинику. А в той клинике, в которую она его направила, работает женщина, которую я знаю, так как я вожу маму туда, и мы как бы стали уже друзьями. И когда только Саша пришёл к нам в поликлинику, я ей позвонила и спросила, «Таня, Ваши доктора принимают пациентов с таким диагнозом?» Она говорит, да, у нас есть доктор, доктор Рид, но его сейчас нету, и вас навряд ли там, его навряд ли кто примет. Потом, через несколько дней, я случайно встречаюсь с этой Таней в магазине, в Костка. И она мне говорит, ну что там с этим человеком, у которого проблема с глазом? Что-то получилось у него? Я говорю, нет, у него ничего не получилось, он до сих пор ждёт подтверждения от Инчуринса. Его в конечном итоге направили в клинику, но… Не по назначению, так сказать, да? И теперь та поликлиника направляет его в Вашу, но опять нужно ждать подтверждения от Инчуринса, опять идёт время. Она мне говорит, ты знаешь, привезите его без Инчуринса, наша клиника примет его за Кеш. Я думаю, хорошо, я отпрашиваю с работы, я еду, забираю его и везу в поликлинику. И когда мы приходим, а нам говорят, вы знаете, если бы у него не было Инчуринса, да, мы бы приняли его за Кеш однозначно, за наличные деньги. А так как у него есть Инчуринс, мы просто не имеем права это делать. Получается замкнутый круг. Опять преграда. У меня тоже была, наверное, паника, потому что с одной стороны я понимала, что Бог силен делать чудеса, с другой стороны, как мы говорим, Бог не всегда отвечает на наши молитвы. И жалко человека. Остались только молитвы, единственный инструмент. И я ему говорила, Саша, один Бог может что-то сделать для тебя. И Он силен, и Он сохранит тебе зрение. Я говорила ему, но в то же время я говорила и себе. Убеждали себя. Я убеждала себя, да, что Господь силен и что Он может это сделать. И я на какой-то период просто перестала ему звонить. Мне просто было тяжело, потому что оно как бы шло в никуда, и я не могла ничего сказать. И не в состоянии ничего сделать, никак помочь. Да, я еще хотела сказать, что в тот день, когда я его повезла в поликлинику, и потом я везла его обратно, и он меня начал спрашивать. Он мне говорит, почему ты мне помогаешь? Я ему говорю, что, Саша, я верующий человек, я молюсь о том, чтобы, если кто-то нуждается в моей помощи, чтобы Господь показал мне. И ты пришел, я понимаю так, что я должна тебе помочь, потому что Господь тебя привел сюда. Потому я тебе помогаю. Он меня начал спрашивать, в какую церковь вы ходите. И я ему рассказала, что за церковь. И название нашей церкви, он столкнулся с церковью, Вифания, когда он пересек границу, церковь Вифания оказала ему помощь. Там нашелся спонсор, который помог ему перейти границу. Ну и как-то он устроился. Помогли устроиться ему. Да, да. Он спрашивает, в какую церковь ты ходишь? В Вифанию? Я говорю, нет, я хожу не в Вифанию. Я рассказала о нашей церкви. Ну и что такое адвентисты, и что такое седьмого дня. Он говорит, я никогда об этом не слышал. Я знаю только православную церковь, как у нас на родине, и я знаю то, что ставят свечки за здравие, за упокой. Вот это всё, что, говорит, я знаю. Но, говорит, я вижу, что здесь таких церквей нет. Говорит, почему их нет? Ну, я ему стала объяснять, что у нас там это наша традиционная как бы православная церковь. Америка – это страна протестантов. Я спросила, знаешь ли ты про протестантов? Он сказал, нет, я ничего об этом не знаю. Я ему начала рассказывать. Я ему говорю, что в средние века, вот когда Папа Римский был властелином мира. А он говорит, да ты знаешь, похоже, что он опять, говорит, к этому идёт. Скоро, говорит, Папа Римский опять всё возьмёт в свои руки. Мне было это очень интересно услышать от человека, который вообще не знаком ни с Библией, ни с никакими пророчествами. Ну и я ему сказала, что ты знаешь, по библейским пророчествам в конце дней так и будет, что Папа Римский опять возьмёт всё в свои руки. Это будет перед пришествием Христа. Но придёт Христос, я рассказала о пришествии Христа. Он говорит, скорее бы, Христос уже пришёл. Он устал от жизни. и я ему стала говорить, Саша, решение твоих проблем в Боге, и Он решит все твои проблемы, если ты ему это отдашь. Теоретически-то мы знаем, а день за днём идёт, а зрение ухудшается и ухудшается. Он позвонил и говорит, ты знаешь, я чувствую, что мне скоро уже это будет не нужно, потому что я просто лишусь своего глаза. Ну, опять, что я могла сказать? Я сказала, что могла, и просто мы продолжали молиться. Молилась моя семья, молились друзья в моей церкви, молились люди из вашей церкви. И, наконец-то, наконец-то он получает разрешение, подтверждение страховки, и ему назначают appointment, и его некому было отвезти. Я ему сказала, хорошо, я тебя туда отвезу, но я не могу с тобой там оставаться, потому что у меня очень... Ну, я занята, да. Работа и дела. И я спросила в офисе, есть ли кто-то, кто у них говорит по-русски. И я его привезла, мне сказали, что да, у нас есть человек, который поможет. И потом я сказала уже, когда он будет свободен, просто позвоните, мы его заберем. Все, я уехала. Проходит время, там, час, два, три, и мне звонят, и звонит мне женщина, Таня, которая... Вот это Таня, да? Таня. И эта клиника, она имеет несколько локаций. И она, Таня, обычно работает в Розвилл, а клиника, куда направили Сашу, она находится на Гринбэг. Ага. Я смотрю, идет звонок от Тани. Я отвечаю, она говорит, Наташа, приезжайте, забирайте Сашу. А я говорю, Таня, а ты что там? Она говорит, да, говорит, я сегодня тут. Ну хорошо. Мы приехали, я его забираю, она его выводит, потому что у него глаза были закапаны, он не мог видеть. Я говорю, а что ты сегодня здесь делаешь? Она говорит, ты знаешь, я не знаю. Я говорю, меня никогда не направляли, говорит, сюда, в эту поликлинику, я работаю уже больше десяти лет, а сегодня меня направили сюда. Она говорит, такая вот случайность. И когда Саша пришел, она уже его знала, она ему говорит, это ты, тот Саша, которому помогает Наташа? Он говорит, да, это я. Она его взяла, и она его отвела к доктору, она быстренько рассказала всю ситуацию. Доктор посмотрел, и доктор сказал, вы знаете, процесс остановился. Тот процесс, который шел. То есть процесс падения зрения. Процесс падения зрения. Это воспаление, которое у него происходило, нужно было что-то с этим срочно делать. Доктор сказал, что этот процесс остановился. Сам по себе. Не, ну понятно, что вы молились, но получается без вмешательства, медикаментозного, без всего, вот просто он остановился сам. Этот процесс остановился. Вау. Когда я услышала это, я, конечно, все сразу поняла. И когда Таня сказала, что вот случайно я оказалась здесь, я им сказала, знаете, ребята, случайностей не бывает. Аминь, да. И Таня, ты не случайно оказалась здесь, и не случайно остановился этот процесс. И я Саше сказала, Саша, мы молились. И я ему все время говорила, Саша, о тебе молится очень много людей. И тут я ему сказала, что мы молились о тебе. И Бог ответил, На наши молитвы, на твои молитвы. А какая его реакция была, когда он услышал, что процесс остановился? Ну он смеялся, он радовался, он был счастлив, потому что в течение 3-4 недель он был в жутком напряжении. Он думал, что он потеряет глаз. И этот доктор, который его посмотрел, это был именно специалист по этим проблемам, которые у него. И он сказал, что у тебя есть еще другие проблемы, возможно, от чего у тебя отдает осложнение на глаз. И он отправил его на дополнительное обследование, на анализы. И женщина с вашей церкви отозвалась и повезла его на эти анализы, помогла ему сделать все, что нужно. И потом он говорит ей, а вы не могли бы меня отвезти в DMV? Я хочу взять тест. Но у него же со зрением проблемы. У него со зрением проблемы. И когда он пришел к нам в офис, он не видел пальцы, которые доктор показывал ему перед его лицом. Да, три пальца вы говорили, да? Да. И в конце дня мне звонит эта женщина и говорит, Наташа, ты знаешь, а он сдал на пермит. То есть он прошел все-таки? Я говорю, а ему проверяли зрение? Она говорит, да, ему проверяли зрение. И он прошел, она сказала, да, он прошел. Как он мог пройти? Слышите, там же проверяют достаточно серьезно. Там не пропустят у человека с плохим зрением. Да, просто это была большая радость, это услышать. Да. И так Господь явил себя. И славу свою, и силу. И мы продолжаем молиться об этом человеке, потому что он как бы сейчас открыт. Мама моя спросила Саша, она с ним постоянно на связи, она дает ему что-то почитать. Она, ну как... Ну, тетя Люба, я знаю ее. Она всегда отправляет что-то там, чтобы посмотреть, послушать, почитать. Какие-то фрукты там ему, что-то там еще. Поддерживает. Да, и у него был драйвинг-тест. И мама с еще женщиной, с вашей церкви тоже, они возили его туда. Но на первый раз он не прошел. Но они его поддерживали, они его подбадривали. Пока в процессе, он так еще не получил все-таки, не сдал практически. Еще нет, но... Но все впереди будет, да? Да, все впереди. Слышите, ну как интересно. Вот. И для меня это как бы такой вот тоже яркий пример того, как Иисус, когда Он был на нашей земле, как Он служил людям, сначала Он удовлетворял их физические нужды. Да. И потом они были расположены к тому, чтобы принять Его как своего Господа, как своего Спасителя. этот принцип, наверное, сегодня работает. Да, и надо же было вот Богу вот остановить, вот сначала допустить этот процесс падения, чтобы остановить человека. А потом, когда человек обратился к Богу, вот, и он остановил этот процесс падения зрения. Да. Как милости в Господь. Но интересно, что процесс-то Он остановил чудесным образом сам, но привести и в ДМВ, и к врачу. Все-таки Бог использует людей. Бог использует людей, да. Были... Молодой человек с Вашей церкви возил его вокруг ДМВ. Вы не хотите назвать имена, да? Ну ладно, как хотите. Я не знаю, меня не уполномачивали. Ну ясно, хорошо. Братья и сестры, все, кто помогал Александру из нашей церкви, большое Вам спасибо и низкий поклон. Да. И, возможно, может быть, скоро Он придет в нашу церковь славянскую. Я бы хотела, чтобы как-то Он нашел здесь семью, потому что Он совершенно одинок, и Ему нужна поддержка. Чтобы Он почувствовал тепло от людей. От Бога прикосновения и объятия Он уже ощутил. Он уже ощутил, да. А теперь осталось от людей. Да. Ну вот так, вот такие мы, и именно через таких нас Господь желает спасать тех, кто Его еще не знает. Спасибо Вам большое за то, что Вы были инструментом в руках Божьих. Отлично. Слава Богу. Слава Богу. И чуть позже я попрошу Вас помолиться о всех просьбах, которые пришли к нам на передачу. И давайте мы помолимся вот об этом Александре. Да. О его выздоровлении, и самое главное, о его духовном росте. Главное, чтобы он был спасен до вечности. Я как-то вот дерзаю думать, что может быть наступит какой-то день, что он сам придет в эту студию и расскажет свой опыт. Господи, я очень этого хочу. Да, слава Богу. Друзья, предлагаю немного отвлечься и представить перед собой закрытый шлагбаум. Представили? Какие ассоциации возникают у Вас? И как Вы воспринимаете ситуацию с закрытым шлагбаумом? Кто-то может воспринимать шлагбаум просто как полосатую палку или зебру. А причинно-следственная ассоциация других людей может вызывать раздражение, так как они спешат и появилась помеха им планам. А кто-то спокоен, потому что воспринимает закрытый шлагбаум как защиту от беды или как подсказку. А кто-то и не хочет ничего представлять перед собой и думает, с чего это Сергей стал умничать здесь. Но, друзья, разве с шлагбаумами мы встречаемся только на дорогах? Разве сам Господь не расставляет их в нашей жизни? Как мы реагируем? О чем тогда молимся? Вспомните библейскую историю, когда верующий человек пытался, так сказать, сломать шлагбаум, не замечая нависшей над ним смертельной опасности. Глядя на него со стороны, нам кажется, что он похож на животное, которое в то время он избивал. Догадались, о ком я говорю? Да, о Валааме, которого Бог останавливал через ослицу. И мы можем прочесть книги числов 22 главе. «И открыл тогда Господь Валааму глаза, и он увидел ангела Господнего, стоявшего на дороге с обнаженным мечом в руке. Обличил его ангел Господень, за что ты бил ослицу свою эти три раза? Ведь это я пришел остановить тебя». В другой истории Господь использовал в качестве шлагбаума Баума не столько ослицу, сколько сидящую на ней Авигею. Помните эту историю? Как отреагировал Давид? Давид сказал Авигею, «Благословим Господь Бог Израиля, пославший тебя сегодня мне навстречу». А вот Давид благодарит Бога за эту остановку. Хотя нам, грешным людям, не нравится, когда нас останавливают в наших планах, пока мы не поймем, что это во благо нам. Но иногда Божественный шлагбаум нас радует и не просто радует, да восторга радует. Представляете, как радовалась женщина, которой Иисус остановил процесс кровотечения. 12 лет болезни и страданий был остановлен. Вспомните слепорожденного, которому Иисус подарил зрение и сказал, не виноват ни он, ни родители его. Это для того, чтобы слава Господне явилась в его жизни. Спросите Александра и нашу гостью Наталью, какую они ощутили радость. Ведь чудесным образом Господь остановил процесс потери зрения. И не только. И во всем этом являлась слава и сила Господня. О вашей жизни вы замечали, как много раз любящий Бог останавливал процессы, приносящие вам страдания. И это не только болезни. Это может быть процесс семейного кризиса взаимоотношений, может процесс финансового кризиса, даже может быть процесс наговоров и каких-то преследований. Да просто даже разочарования в ком-то или в чем-то. И ведь чтобы эти процессы запустить, от нас ожидается не так уж и много. Вера. Кто-то скажет, это много, но ведь это то, что дается нам от Бога. Вера. Искренние молитвы это то, что мы можем делать. И важно пропустить Бога вперед. Правда, это может затянуться на долгое время и, может быть, даже на годы. Почему Бог так оттягивает решение это процесса? А может быть, это зависит от нашей готовности? А может быть, и не только от нашей? Вы что об этом думаете? Друзья, а теперь пришло время познакомить вас с теми молитвенными просьбами, которые пришли к нам на передачу. Людмила Барсова пишет, пожалуйста, помолитесь за Егора. Ему 15 лет. Сложное заболевание кожи. Сто процентное поражение. Сто процентное поражение, Наталья. Он в реанимации, в коме. Здесь может помочь только Господь. Да, и за Егора, пожалуйста, за Александра, и за Егора особенно. Благодарю Бога и всех вас за молитвы о моем здоровье, пишет Людмила. Спасибо за чудесный опыт исцеления. Господь по-прежнему всемогущ и благ. У Него все под контролем. Аминь. Мария пишет, Попова, доброе утро. Ну, там у них утро, у нас вечер. Благодарность Господу за вашу программу, благословений вам, просьба помолиться за моих детей, чтобы они вернулись к Богу в церковь, за сына Сашу, еще один Саша. У него алкогольная зависимость, Марина пишет. То есть два Саши у нас, дети Марины. Вот те молитвенные просьбы, друзья, которые пришли к нам в прямом эфире. И с теми молитвенными просьбами, которые мы получили на протяжении этой недели, вы уже ознакомились в начале нашей программы, и я думаю, вы еще сможете прочесть в конце. Ну, а сейчас, Наталья, я хочу вас попросить, пожалуйста, помолитесь и за те просьбы, которые уже пришли к нам раньше, за те просьбы, которые сейчас пришли, и за Александра, даже получается, и за двух. Егор, 15 лет, стопроцентное поражение, Егор. Хорошо? Помолитесь, пожалуйста. Господи, мы приходим к Тебе, нашему любящему небесному Отцу, к нашему Создателю, и к нашему Жизнедателю, и Целителю. Ты, Господи, как любящий Отец, знаешь все наши нужды, Ты знаешь наши переживания, и Ты всегда рад помочь, когда дети Твои обращаются к Тебе. Господи, Ты слышал эти просьбы, Ты слышал то, что сейчас было прочитано, просьба о Егоре, у которого стопроцентное поражение кожи, этот молодой человек, у которого еще должна быть вся жизнь впереди. Господи, яви милость Твою, услышь молитвы Его родителей о Нем, и яви себя как Целитель, как Спаситель и как Спасающий Бог, чтобы этот человек мог укрепиться в вере, молодой человек, чтобы он мог познать Тебя, чтобы он мог быть свидетельством, живым свидетельством Твоей силы и Твоей Любви. Я прошу Тебя за Сашу, о котором я рассказывала. Ты, Господи, знаешь, сколько ему пришлось пережить, но он обратился к Тебе с молитвой, и Ты, Господи, услышал Его молитву, Ты явил себя, Ты явил Свою спасающую, исцеляющую руку, да, у него еще остаются проблемы, да, Господи, но Ты будешь вести его и дальше. И используй нас как Твое орудие для помощи страдающим и нуждающимся в помощи. Господи, Ты слышишь молитвы родителей, которые молятся о своих детях, которые еще не познали Тебя, которые еще в этом мире. Ты, Господи, Духом Святым, трудись, трудись над спасением этих детей. Мы приносим наших детей к Тебе. Яви, Господи, Твою любовь и милость и заботу и привлеки их к себе. Ты, Господи, слышишь и благодарственные молитвы. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ответил на просьбы, которые сейчас были зачитаны. Женщина, которая исцелилась, она славит и благодарит Тебя. Пусть это будет свидетельством о Твоей силе и Любви. Господи, дай нам всегда быть открытыми к тому, чтобы видеть нужды людей, к тому, чтобы Ты мог использовать нас для того, чтобы спасать, спасать, спасать. Потому что время очень коротко, Ты скоро придешь. И скоро все страдания и печали и болезни. Все закончится и будет вечная радость. Приготовь нас к тому, чтобы мы с радостью встречали Тебя. Аминь. 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 Большое спасибо Вам, Наталья, и за молитву, и за этот опыт свеженький. Я теперь понял, почему Вы позвонили и сказали, я не могу молчать, я хочу рассказать об этом опыте. Пусть Господь и в дальнейшем Вас благословляет. Будьте, пожалуйста, и руками, и глазами нашего Господа там, где Вы работаете и вообще, где Вы находитесь. И пусть Господь поможет всем нам быть руками и глазами нашего Господа. Божьих Вам благословений Вам и Вашей семье. Спасибо. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я благодарю Бога за время, проведенное вместе с Ним и вместе с Вами. Еще раз хочу напомнить, если у Вас есть молитвенный опыт, которым Вы хотели бы поделиться здесь, в нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в 7 часов вечера в следующую пятницу по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь Вас благословит, хранит и поможет всем нам быть руками и инструментами. в его руках.